Началась жизнь, отделалась легкими ранениями, но продолжалась жизнь. Пройти такой длинный тяжелый путь, начиная с Кубани в составе четвертого корпуса, и остаться в живых, это было большое счастье. Но так случилось, что я сейчас еще в бодром состоянии и участвую уже много лет в таком празднике в Беляевке. Я очень рад такой встрече на таком празднике. И стараюсь держаться, чтобы быть на следующий год на таком празднике. И постараюсь быть здесь, на этом празднике. Надеюсь на свое здоровье. Еще раз спасибо руководству. Они очень уважают еще нас, тех, кто еще живой. Так должно быть. Потому что мы уйдем из жизни, и никто потом не расскажет молодому поколению, поколению молодому, что как мы прошли тяжелый боевой путь. А он был очень тяжелый. Было такое, вот встреча с молодежью, говорит, а как вы выдержали? У вас не было дома, не было крыши над головой. А я всегда отвечаю, у нас была плащ накидка солдатская. Мы этой плащ накидкой вкрывались. И зимой, и летом, от дождя и от снега. Это наш был дом. Потому что у нас, это же передний край, а кавалерия всегда была впереди на прорывы фашистской обороны. Так было. И поэтому мы каждый день шли к победе. День за днем шли к победе. Есть такое маленькое стихотворение. Ушел на фронт в 16 лет, Совсем не взрослый человек. Ушел на фронт, чтоб старшим помогать, А сам учился воевать. Вот так мы учились воевать. Я ушел в 16-летнем возрасте, Поэтому учился воевать на фронте. С праздником поздравляю всех с Днем освобождения Беляевки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok